здравствуйте друзья и сегодня у меня очередное климатисовое видео и его героиней будет прекрасная принцесса яркая и элегантная удивительная неповторимая принцесса диана легко догадаться в какой стране выведен этот сорт жители британии так любили свою леди ди что постарались выковечить ее образ в изящном цветке я стала мечтать о принцессе диане с тех пор как увидела ее на фото заказала в питомнике пулка в сад саженец пришел на отлично двухгодовалый и вот уже третье лето диана живет у меня в саду зацвела диана в год посадки но конечно очень скромно теперь за эти три года я ее неплохо изучила и могу поделиться своими наблюдениями но сначала о характеристиках этот лиматис относится к третьей группе обрезки обрезка короткая зона морозостойкости 5 9 высота лианы 2-3 метра цветы удивительной тюльпановидной формы тюльпанчики состоят из 4-5 лепестков лепестки отогнуты назад от центра величина цветка 5-6 сантиметров цвет тюльпанчиков ярко-розовый искристый с более нежным краем светло-розовым центр цветочка сливочно-желтый тюльпанчики не паникают а бодро смотрят вверх принцесса диана относится к техасской группе и этот клематис выведен путем длительной селекции клематиса техасского лист у принцессы дианы мелкий ажурный ярко-зеленый с длинными черешками в общем то такая форма колокольчатая характерна для клематисов именно техасской группы клематис растет довольно бойко я заметила это и поставила ему круглую опору побольше у меня они разного размера есть в саду у каких-то поменьше диаметру каких-то больше а он на ней как-то потерялся вот смотрите у клематиса перниль опора более изящно меньшего диаметра и он на ней выглядит великолепно вероятно и и диане нужна была такая же опора чтобы цветы не терялись внутри опоры а были все снаружи конечно со временем диана освоит эту опору но пока что мне вот это не очень нравится и у меня был вариант поменять опору на опору меньшего диаметра это бы я быстро но я решила по-другому подсадила в пару где они клематис астронова это тоже очень интересный сорт у астроновы не крупные цветы 6 8 сантиметров высота два с половиной метра цветы белые звезды с ярко фиолетовым краем и часто с махровым центром центр цветка махровый за счет стоминодий стоминодий это такие видоизмененные тычинки но встречаются и простые цветы группа обрезки клематиса 3 сильная морозостойкость 4 9 зоны мне показалось что из астроновой и принцессы дианы получится интересная парочка так что в это лето они у меня стали соседями за астроновой я наблюдаю первый год я вырастила ее из капера купленного в марте в леруа мерлен то есть это у меня совсем молодой клематис посмотрите вот эта съемка 18 октября а астронова цветет но и принцесса диана тоже цветет может быть это из-за очень теплой осени а может быть она такая же неугомонная как принцесса дианы диана у меня цветет обычно с конца июня до морозов но в этом году немножко запоздала у нас весна и лето и диана чуть позже зацвела но в прошлом году она зацвела в июне в конце июня и цвела также до самых больших заморозков и и есть еще одна фишечка в запасе у этого клематиса когда принцесса диана цветает и ее тюльпанчики роняют лепестки то остаются чудесные семенные коробочки это идеально круглые пушистые шарики и вот это все и пухленькие бутоны и яркие цветы и красивые семенные коробочки все это будет радовать вас до самой глубокой осени сколько позволит погода я хочу добавить что такие клематицы как принцесса диана техасской группы не всем нравится особенно начинающим клематисоводам кто-то пишет что цветочки мелковатые кто-то пишет что такого облака цветов нет как допустим у группы жакмана но может быть в вашем саду уже есть и клематисы ведь и целые жакмана и паттенс а хочется чего-то особенного тогда это техасская группа в них есть свое очарование и если вы сумеете его уловить то точно влюбитесь в эти тюльпанчики а теперь всем до свидания и с вами был канал домик окнами в сад два и